Четверо сахалинцев поверили уже операторам мобильной связи. После такого звонка 56-летняя жительница областного центра была убеждена, что заканчивается обслуживание ее мобильного номера. Чтобы продлить договор и избежать блокировки, потерпевшая назвала код из поступившего СМС, после чего лишилась доступа к госуслугам. Затем женщины убедили, что для восстановления доступа к аккаунту и защите средств необходимо взять сбережения, оформить кредит и все это перевести на якобы безопасный счет. Сахалинка в отделении банка отправила на чужие номера 1 миллион 235 тысяч рублей, из которых только 40 тысяч были собственными накоплениями. После этого она увидела в отделении профилактический плакат о действиях мошенников и поняла, что стала жертвой аферистов. Похожим образом обманули еще троих жителей островного региона, в их случаях преступники ограничились взломами аккаунтов на госуслугах. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, ведется следствие.